Извините, пожалуйста, за техническую заминку. У нас некоторые были проблемы с файлами подкастов, которые нам пытались сделать так, чтобы для вас они были и слышны, и видны. Надеюсь, что техника нас не подведет. У нас сегодня с вами такая любопытная тема. Тема, которая годится любому, наверное, учителю, по какой бы линии ОМК вы не занимались, в каком бы типе школ вы не работали, даже если вы вузовский преподаватель или вы преподаватель техникума или колледжа, вам все равно эта тема будет интересна и актуальна, и вы сможете это использовать в вашей работе. Причем использовать так, что у вас повысится мотивация у ваших учеников, потому что это такое новое веяние времени и новые возможности технические. Итак, подкасты – такое незнакомое нам слово. Вот вокруг нас огромное количество всяких мультимедиа. Видео, музыка, телевидение, интернет, YouTube, радио, СМИ разные, наши собственные фонотеки личные, какие-то телеканалы, которые мы себе качаем. Все это мы, допустим, загружаем к себе на наши гаджеты и где-то в дороге этим пользуемся. Как правило, что мы делаем в дороге? Слушаем музыку, да, ну, может быть, какие-то аудиокниги. Еще один ресурс, который мы могли бы использовать, во-первых, для того, чтобы использовать это на уроке немецкого языка, а также для того, чтобы повысить свой собственный уровень образования и освежить свой немецкий язык, который мы, возможно, учили достаточно давно в институте, и всегда не хватает общения с носителем языка, и всегда не хватает аудиоматериалов, видеоматериалов, хотя сейчас, в общем, при появлении интернета и YouTube этого достаточно много. Но подкасты – это еще один, еще одна богатая возможность. И сегодня я хотела бы вас познакомить с этими возможностями, с этим ресурсом. Вот посмотрите, пожалуйста, на этот значок, вот такой микрофончик, да, символ микрофончика. Это символ подкастов, которые сейчас очень активно используются наряду со всеми остальными ресурсами, которые есть в нашей жизни. И если вы спросите ваших учеников, больше, чем уверена, дети подросткового возраста, старшеклассники вам наверняка скажут, что они какие-то подкасты себе качают, какие-то подкасты, возможно, русскоязычные, они слушают. Потому что сейчас практически у каждого телеканала, радиостанции есть свои собственные подкасты в аудио- или видеоформатах. Итак, что такое подкасты? Тут мы обратимся к помощи наших коллег с английским языком. Это от английского языка «podcast», от слова «i-pod» и «broadcasting», что в переводе с английского означает «вещание в эфире», передача на определенную тему в интернете. Также есть такие слова, образованные от слова «подкаст», как «подкастер». Это тот, кто создает подкаст. Имейте в виду, что каждый из вас или ваши ученики вполне могут стать подкастерами. Вы сами можете создавать свои собственные подкасты. Ну, отчасти это будет как видеоблог. Хотя это может быть и видеоблог, но и есть подлистнер. Подлистнер – это слушатели подкаста. Такие подслушатели, да? Ну, такие подслушатели. Тот, кто слушает подкасты. Так что, если вы с сегодняшнего дня себе скачаете специально программу и начнёте закачивать подкасты, вы станете как минимум подслушателем подкаста. И я вас уверяю, на подкасты подсядете на долгие-долгие времена. Вам это всё понравится. Какие бывают подкасты? И что требуется для того, чтобы стать слушателем подкаста? Ну, во-первых, все подкасты закачиваются из интернета. Для того, чтобы закачать подкаст, вам нужен интернет. А вот для того, чтобы использовать подкаст, слушать его или смотреть, вам интернет не нужен. Где вы можете смотреть или слушать эти подкасты? В транспорте, в школе, в классе, где угодно. В самолёте летите, в машине едете. Вы вполне можете использовать эти подкасты, которые вы закачали при помощи интернета дома. Какие бывают подкасты? Подкасты бывают в формате аудио и в формате видео. Ну и на чём можно слушать эти подкасты или смотреть? Это может быть компьютер, смартфон или планшет. Любой планшет. Далее в моей презентации я хотела вам показать такой целый блок, технический такой блок. Он, может быть, нам, девушкам, не очень интересен в том смысле, что мы, конечно, не приучены читать инструкции, но вот так мы устроены. Такими уж мы родились, что и читать инструкции женщина не обучена. Но без этих инструкций вы не сможете себе загрузить программу для установки подкаста. Как вариант, чтобы самим не мучиться вот с этим, вы можете попросить кого-то из ваших учеников, допустим, старшеклассников, студентов, попросить мужчин, которые, как правило, с этим справляются гораздо быстрее нас. А мы дальше становимся такими замечательными пользователями этой программы. Но я все-таки позволю украсть у вас несколько минут и показать, как можно на разные устройства скачать программу. Потому что алгоритм закачивания этих программ везде разный, в зависимости от того, какое у вас устройство. Если у вас... Сначала я начну с варианта, когда у вас в школе, допустим, установлен обычный компьютер PC. Вот для компьютера с Windows, на примере программы iTunes. Я писала здесь очень подробно и сделала скриншоты. Вы открываете в браузере, в любом, в следующий сайт. И нажимаете «Загрузить». Запускаете файл, который вы скачали. И устанавливаете... У вас будут на экране подсказки. Вот вы следуете этим подсказкам пошаговым и устанавливаете себе на компьютер. Далее вам нужно подписаться. Вот этими двумя шагами, этими двумя слайдами я вам показала, как скачать программу для закачивания подкастов. Теперь вам нужно закачать сами подкасты, потому что подкастов миллион. Просто миллион. На разных языках. Вам нужно закачивать только какие-то конкретные, которые интересуют вас. Вы запускаете программу и кликаете вот на такую иконочку с нотками. Это я все рассказываю для тех, у кого в школе или дома установлен обычный компьютер PC. Далее вы нажимаете кнопку «Подкасты». И затем подкасты в iTunes. Я все это ввела красным специально для вас. А дальше с помощью окна поиска вот сюда, вот у вас окно поиска, вы забиваете нужный вам подкаст. Я вам рекомендую начать, если мы все только начинающие в этом деле, пользователи, рекомендую вам начать с Deutsche Welle, потому что Deutsche Welle предлагает огромное количество подкастов, и аудио, и видео. Все для обучения немецкому языку и для совершенствования. Не забывайте, что самосовершенствование, цель освежить свой немецкий язык – это тоже одна из наших целей. Так вот сюда вы забиваете той Deutsche Welle, у вас открывается вот такое, на экране вот такое окошечко, и вы выбираете, что вам нужно. Ну, предположим, вам нужен аудиотренер, учить немецкий. И, предположим, вы его себе закачали. Вот. Аудиотренер у вас распадется, вот посмотрите здесь скриншот, на бесконечное количество уроков. Вы подписываетесь, допустим, на этот подкаст. Нажимаете кнопочку «Подписаться». Вот в тот момент, когда вы подписались, дальше уже, считайте, что вы выполнили полдела, даже процентов на 70 выполнили. Дальше у вас компьютер сам начнет закачивать нужные вам подкасты, которые вы выбрали. Это уже от вас не будет зависеть. Вы будете каждое утро иметь свежие подкасты. Чем хороши эти подкасты? Они обновляются каждый день. То есть у вас на немецком языке видео и аудиофайлы будут обновляться ежедневно. Далее. Вам нужно их прослушать. Теперь вы как пользователи. Вот теперь уже включитесь, пожалуйста, милые дамы. Теперь за вас это никто не сделает. Вот если те шаги еще могли там помочь сделать мужчины замечательные, то вот эти шаги нам придется делать самим. Нам нужно посмотреть или послушать онлайн. Вот посмотрите, что мы должны делать. Нажать, воспроизвести там урок номер такой-то, который вы выбрали. Если у вас, значит, все, что я до этого вам сказала, это было обращено к тем, у кого PC. Как правило, это в школе. Я поэтому с этого и начала, с тем, чтобы в школе вы могли себе на компьютеры школьные установить программу подкастов. Теперь попроще. Если у вас для вашего личного пользования айфоны или айпэды, вы подписываетесь через iOS на примере стандартной программы подкасты. Вот посмотрите, это входит в пакет. Тут уже ничего специально скачивать не надо. В ваших гаджетах, айфонах и айпэдах есть вот такой значок. Вы просто сюда нажимаете, запускаете эту программу. Далее ищите те подкасты, которые вам нужны, потому что у вас будет, опять же, их миллион. Вот сюда на лупу нажимаете «Поиск» и забиваете сюда «Толь шевеля». Далее выбираете из списка необходимый вам подкаст и подписываетесь на него. Просто нажимаете кнопку «Подписка». Теперь вам нужно их послушать или посмотреть. Вот сюда нажимаете на значок «Мои подкасты» и слушаете или смотрите. Теперь, предположим, у вас устройство, ну, Samsung, скажем, которое работает на андроиде. У вас программа «Castbox». Вот она вот так выглядит, Play Market. Магазин приложений Google Play Market. Вот сюда вы кликаете. Дальше на лупу. В окне поиска пишите «Castbox». Выбираете нужную вам программу и устанавливаете кнопку «Установить». Далее у вас установлено на вашем айфоне, предположим, или планшете Samsung, у вас вот такой значок. Вы находите у себя программы «Castbox». Вот на нее кликаете. Добавляете нужный вам подкаст и, опять же, кнопку «Подписаться». То есть последние шаги после того, как вы скачали программу. Выбираете подкаст и подписываетесь. У всех одинаково. На всех устройствах везде одинаково. Выбираете нужный вам выпуск. То есть тут, в принципе, самое сложное для нас, да, это установить саму программу. Дальше, когда мы уже в роли пользователя, дальше все попроще. Итак, варианты программ. Если у вас iPad или iPhone, вы через iOS себе устанавливаете это приложение подкастом. Если у вас на Android ваше устройство работает, то используйте «Castbox» или «Player». Вариант еще – подкаст «RadioDuct». И примеры для компьютера – это через iTunes, MusicBee или MediaMonkey. Подкасты существуют на всех языках. Абсолютно на всех. Ну, нас с вами в данном случае интересуют подкасты на немецком языке. Итак, посмотрите, что у нас существует. У нас существует... Это вот лишь небольшой набор тех вариантов, которые вы можете забить себе в поисковую строку и их себе скачать. Вот только если вы кликнете и наберете Deutsche Welle, у вас откроется в районе ста подкастов. В районе ста. Вот только здесь. Так и шау. Вы будете ежедневно получать новости, аутентичные телевидения немецкого. Каждый день у вас будут новые. И чем они хороши? Они коротенькие. Они коротенькие по времени. Вы можете выбрать себе маленький фрагмент, допустим, для урока. И ежедневно тратить минуту-полторы-две максимум. Больше дети не выдержат даже в старших классах. Давай им прослушивать или просматривать аутентичные новости с немецкого телевидения. У нас не всегда бывает с вами в школе интернет мощный, который позволяет, допустим, прямо из интернета посмотреть эти новости. Подкасты решают эту проблему. Потому что, если вы помните, нам интернет нужен только для того, чтобы скачать. Это делает компьютер у вас ночью, пока вы спите. А дальше, когда мы пользуемся этим, когда мы просматриваем или прослушиваем эти подкасты, нам уже интернет не нужен. Этим он и хорош. Этим и хороши эти подкасты. Я вам сейчас попробую показать фрагменты. Вот, например, Tagesschau. Я себе закачала... Вернусь на предыдущий слайд. Я себе закачала Tagesschau, Wokenspiel, Spiegel, Deutsche Welle и Ola Max. Вот это мои любимые. Пробовала слушать Langsang und Spohen und Nachrichten. Честно говоря, моя нервная система немножечко пошатнулась. Но это мои личные ощущения. Я себе вот эти вот четыре закачала. И их за утренним кофе... Это мой теперь ритуал. Я подсела на эти подкасты. И за каждое утро обязательно слушаю новости на немецком языке. И обязательно просматриваю какой-нибудь крошечный фильм из Ola Max. Это такие страноведческие фильмы о разных уголках Германии. То от Шевеля предлагает огромное количество. Там могут быть и обучающие какие-то аудиофайлы. Там могут быть и видеофайлы. Ну, а в OpenSpiegel раз в неделю, предположим, в субботу или воскресенье, вы можете просмотреть эту новостную программу, где новости за неделю, как вы понимаете. Итак, Tagesschau. Я вам сейчас покажу, Фрагмент. ПОДПИСМЕНТ. Достаточно, я думаю. Так, мы сейчас вернемся в презентацию. Я вам показала лишь маленький фрагмент. Вы видели, что там идет нарезка из таких вот маленьких видеофрагментов новостей, чем они хороши. Если вы посмотрели на секундомер, каждый вот этот вот блок, видеоблок длится в районе 30 секунд, полминуты. Вы можете для урока 2 максимум отобрать себе, но каждый день дети у вас будут смотреть минуту аутентичной немецкой речи, довольно быстрой для детей, для учащихся, но их ухо будет привыкать. И я вам очень рекомендую по утрам просматривать эти тавы шау для себя, для самообразования. Тем более, что, в принципе, для детей это не бывает особенно сложным. Ведь они смотрят новостные программы в интернете на русском языке. И видеоряд, и фоновые знания, полученные из наших российских СМИ, им помогут. Они в интернете, допустим, накануне посмотрели новостные программы на русском языке. Далее вы им на следующий день на уроке показываете новостные программы на немецком языке. Им поможет видеоряд, им помогут то, что они услышали накануне из русскоязычного источника. Далее. Вашим ученикам предстоит сдавать государственную итоговую аттестацию ОГЭ или ЕГЭ. И я думаю, что не секрет ни для кого, что аудирование вызывает наибольшее количество вопросов и сложностей у детей. Просто их ухо не натренированном. У нас не так много часов отводится на уроки иностранного языка. Ну, сколько есть. А ухо тренировать нужно практически каждый день. Подсадите ваших детей на подкасты от Deutsche Welle. Это надёжный ресурс, хороший, с хорошим контентом, с хорошей лексикой, с современным аутентичным материалом. Я думаю, что детям будет, во-первых, не безинтересно, а во-вторых, очень полезно ежедневно слушать аутентичную немецкую речь. Я вот так вот маниакально об этом говорю. И нам полезно, и детям полезно. Но их нужно не заставлять. Понятно, что их сложно будет заставить, особенно подростков. Но их нужно заинтересовать. Вот подкасты – это такой способ, который поможет вам заинтересовать детей нашим предметом. Я думаю, что подкасты – хороший ресурс для этого и хороший инструмент. Попробуйте. Я хотела вам показать те подкасты, которые предлагает Deutsche Welle. Это далеко не всё. Это скриншот с экраном. И таких экранов будет четыре, наполненных вот этими вариантами подкастов. Посмотрите, здесь есть и Radio 3. Учить немецкий. Дальше. Даже есть классика из Германии, но это музыка. Вieso nicht? Мы сегодня упоминали об этом. Я вам дам послушать фрагмент из этого аудиоподкаста. Далее. Что ещё есть? Посмотрите. Магпляц. Аудиотютер. Дальше. Видеотема. Это тоже будет ландсангешпохна нахричь. Так, это у нас уже повторяется. Итак, ландсангешпохна нахричь. Возможно, вам самим, как людям, уже получившим лингвистическое образование высшее, вам самим уже будет не так интересно. И меня немножечко раздражает темп. Сразу вам могу сказать, но это меня лично. Для детей это будет подскорьем. Для тех, кто только начинает, допустим. Допустим, это не старшеклассники. Предположим, это не спецшкола. У них не так много часов и не так много опыта. Как учебный инструмент, это очень хорошее для нас подспорье. Я очень рекомендую это использовать на уроке. Сейчас я вам дам послушать, как это звучит, в каком темпе. Это будут те же самые новостные программы, абсолютно аутентичный контент, но только в другом, таком вот немножечко замедленном темпе. Все будет проходить. Итак. Наши. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далее я хотела бы вас познакомить с очень интересным, с моей точки зрения, подкастом, который называется «The Schönste Land der Welt Euro Max». Это видео-подкасты, это крошечные фильмы. Минуты 4, максимум 6 длится каждый фильм. Молодой журналист, похожий на нашего Ивана Урганта внешне, путешествует на машине по Германии и заезжает в разные-разные уголки Германии и снимает об этом фильм. Снимает очень интересно, снимает в таком неклассическом стиле. И я вам сейчас покажу разные фрагменты из этого, из этой его передачи «Oero Max». И если вы работаете, предположим, по нашим Вундеркиндам, очень неплохо использовать вот эти фильмы из «Oero Max» «The Schönste Land der Welt» как дополнение, как видеодополнение к нашим темам. Вы помните, в седьмом классе у нас главные герои в первой теме, зомоферы, они рассказывают о том, как провели летние каникулы на севере Германии, на острове Рюген. В учебнике это выглядит у нас вот так. Вот так выглядит разворот. Мы даем карту, показываем детям, где у нас остров Рюген находится. Кстати, знаете ли вы, что остров Буян – это и есть наш остров Рюген? Ну, это так, маленькие лирические отступления. Дети у нас читают сначала материал из учебника, слушают аудиотреки, слушают вот этот вот диалог наших главных героев, рассматривают иллюстрации. Почему бы к этой теме, где у нас так часто звучит Рюген, не дать детям подкаст? Вот такой, например. Ну, ага. Рюген. 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 Вот всё есть там. Вы всё можете показать детям на видео, как это выглядит. Плюс дети послушают ещё и аутентичную немецкую речь. Кроме того, если дети зайдут ещё и на сайт Оэромакс, то там они найдут ещё и тексты дополнительные. Вы это можете использовать для проектной работы. Имейте это в виду. Вот такие богатые возможности у подкастов. Далее. Предположим, в восьмом классе. У вас восьмой класс, в Андеркинде. Помните, у нас там тема Баварии. И мы путешествуем по земле Баварии, по Мюнхену и едем в путешествие в замок Нойшанштайн. Всё это в рамках такой довольно практико-ориентированной темы Ориентируем Индерштадт. Куда пройти, как повернуть налево-направо, перейти площадь и так далее. Тренируем предлоги. Ну, всё это, в общем, так, невесело, скажем, такая тема, невесёлая. Но мы её как можем раскрашиваем забавными ситуациями. Вы помните, что у нас там всё ситуативно, всё связано с историей. Так вот, здесь в рамках темы 6 Ориентируем Индерштадт мы рассказываем о сказочном короле Людвиге. И здесь я предлагаю вам использовать подкаст «Людвиг. Сказочный король». Вот, к сожалению, этот подкаст я не смогу вам сейчас дать послушать, потому что он у нас не открывается в том формате, какой у нас установлен на нашей платформе. Это вам нужно зайти в Deutsche Welle, где я вам показывала, да, кликнуть Radio Day, точку с Radio Day и скачать себе «Людвиг. Сказочный король». Это радиоспектакль. Здесь немецкий язык перемежается с русским языком, но здесь очень красивые и фоновые звуки, и о том, как вот Людвиг собирается в свою ночную поездку к озеру, рассказывается о замке Нойшванштайн. Там и русский язык, и немецкий язык. Это целый радиоспектакль с музыкой Вагнера, естественно. Поэтому я вам очень рекомендую для того, чтобы расцветить вот эту нашу главу и рассказать так, чтобы она запомнилась и запала в душу детям, к нашей теме «Мяшен Кюнх». Добавить ещё и подкаст, аудиоподкаст «Людвиг. Сказочный король». Это Deutschkos, Radio Day, Deutsche Welle. Далее. Второй иностранный язык. Как правило, к нам приходят изучать немецкий язык те, кто учит английский как первый. К нам приходят учить немецкий как второй по горизонтам. И я думаю, что среди вас есть те, кто преподает немецкий как второй. Наверняка есть. Я посмотрела нас довольно много сегодня. Собралось на наш вебинар по подкастам. Тема, значит, любопытная, интересная для вас. Я очень этому рада. И если вы помните, мы в нашем учебнике «Горизонты» всё время предлагаем детям карточки. Сделайте карточки. Обязательно выписывайте себе на эти карточки лексему, предположим, если это существительное, с артикли. И обязательно в контексте советуем мы нашим ученикам. А на оборотной стороне этой карточки вы можете написать перевод. А хотите, напишите ещё, как это будет по-английски на том первом иностранном языке, который вы изучаете. Вот подкасты, Deutsch English Vocable Podcast, ещё и это аудиоподкаст, поможет вашим ученикам для заучивания лексики. Это будет очень любопытно тем, кто учит немецкий как второй. Тудо. Это тоже аудиоподкасты. Трудно поверить, но этимология – это довольно любопытный и захватывающий почти сюжетный, как правило, почти сюжетный историй, который рассказывается в рамках подкастов Тудо. Казалось бы, словарь. Просто словарь. Однако, когда вы включите эти подкасты и будете их слушать, вы узнаете много интересных фактов о происхождении тех или иных слов. Это будет интересно тем, кто из ваших учеников собирается на, допустим, в инъяс или собирается связать свою жизнь с филологией, с лингвистикой. Это будет интересно вам, уважаемые коллеги-лингвисты. Очень рекомендую вам этот подкаст. Он очень любопытный. Он неожиданно любопытный. И еще хотела бы показать вам ту статью, которую я написала для нашего онлайн-журнала «Иностранные языки». Сверху адрес нашего журнала «Иностранные языки» http.proz.ru Далее в поиске, в строке поиска вы можете забить название статьи «Осенняя пора, хмурые будни» или все-таки «Болдинская осень». Можете забить мою фамилию и имя Ирина Карелина. Можете забить дату. Статья была опубликована 1 ноября 2014 года. Собственно, темой подкаста я занимаюсь вот еще с 2014 года. Я сначала сама влюбилась в подкаст, а теперь все время рассказываю коллегам, как это можно использовать, потому что это работает фантастически. Я вас уверяю, это фантастически повышает интерес к нашему предмету. Ту самую мотивацию, которую мы все время ищем и пытаемся повысить у наших детей. Посмотрите, коротенькая статейка о том, как можно использовать подкасты. Думаю, она вам будет не безинтересна. Собственно, на этом я хотела бы закончить наше сегодняшнее первое такое знакомство с подкастами. Оно у нас первое начальное. Я думаю, что далее, если для вас это было бы интересно, я просто пока пытаюсь нащупать то направление, в котором стоило бы развиваться. Мне кажется, что и мне хотелось бы сделать следующий вебинар для вас про использование подкастов применительно к конкретному учебнику. Как это можно применить? Вот сегодня я вам показала лишь такими набросками, штрихами, как это можно, допустим, вундеркиндах использовать, в горизонтах. Мне хотелось бы для вас делать еще следующую такую презентацию и следующую нашу встречу по, допустим, отдельно по вундеркиндам или отдельно по горизонтам. Как можно это применить к нашим конкретным главам в учебниках для того или иного класса? Я готова ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Вопросов нет. Ну, наверное, просто тема такая слишком новая с ней нутрия. Я вам предлагаю сейчас взять тайм-аут, обдумать то, что я вам сегодня предложила. Займитесь тем, чтобы найти себе в помощь ученика, коллегу, учителя информатики для того, чтобы установить программу для скачивания подкастов. Закачайте себе подкасты по Эдшевелле и начните их прослушивать. Пока для себя прослушивать и просматривать за чашкой утреннего кофе. Я вас уверяю, ваши завтраки станут не просто красивыми, но еще и осмысленными. Вы начнете, у вас начнут расправляться крылья, вы начнете вдруг осознавать, что как классно, как классно, оказывается, можно проводить утро. Или, например, как классно можно посмотреть полезные для себя вещи в дороге, если вы тратите, допустим, час или полтора до места работы. Если по-прежнему не нарисовались у нас вопросы, ну что ж, коллеги, тогда я желаю вам хорошего дня, я желаю вам хороших выходных с подкастами за чашечкой кофе ароматного. И я надеюсь на наши следующие встречи, не только на эту тему, у нас будут еще встречи, да, кстати, хотела вам проанонсировать, 16-го, посмотрите на нашем сайте prosv.ru, зайдите, могу я сейчас прям сделать это, да? Я сейчас прям это сделаю, я сверну, ага, вижу, сейчас мы его откроем, кликайте в «Вебинары», и я хотела вам проанонсировать вебинар 16-го мая. Минуточку, ага, вот, посмотрите, пожалуйста, эффективная подготовка к ОГЭ, по немецкому языку. Это будет в 16.00 по московскому времени. Проводить будет вебинар методист городского методического центра Виктор Викторович Лавриков. Он занимается в Москве как раз этой темой ОГЭ, поэтому я пригласила его провести этот вебинар для вас. Он работает и с экспертами, он работает и с выпускниками основной школы, с девятиклассниками, он и принимает экзамены ОГЭ, поэтому я думаю, что вот этот вот вебинар будет для вас очень-очень полезен. Я вас приглашаю присоединиться 16 мая, 16.00 по московскому времени. Ну что ж, дорогие коллеги, спасибо вам большое за внимание. Я рада, что сегодня вы были с нами. Нас было сегодня огромное количество, кстати. Я посмотрела по регистрации. Я очень этому рада и думаю, что в таком же составе, а может быть даже более расширенном, мы с вами встретимся 16.00 мая. Всего доброго. До свидания. Не хотим отключаться? Да. Я снова потом в чат это посмотрю, посмотрю, да? Да, сейчас вы можете. Судя, не слышно было. Судя, не слышно было. Зависла. Наверное, из-за видеофайлов. Судя, не слышно было.